Было обращение адвокатов, правозащитников и так далее в администрацию президента с просьбой отпустить Мухтара Джакшева, чтобы он успел попрощаться с матерью. И опять этот режим ничего не сделал, не среагировал, хотя это, соответственно, по закону они обязаны были его отпустить на встречу с матерью. И вот сейчас уже она умерла, и режим уже, что называется, обнажил свое лицо до отказа. Это бесчеловечный режим, не способный даже делать самые маленькие акты гуманизма. Назарбаев не ведет себя ни как президент страны, который выполняет законы, не как отец нации, который стоит на страже интересов законной конституции. Он ведет себя вообще как мелкий, мстительный человек. Собственно, я думаю, многим этот пример показательный, чтобы ни у кого не было иллюзии, кто является президентом страны. У него не просто отказали нервные окончания, как у многих старых людей, когда организм очень плохо реагирует, нервные окончания плохо работают, человек плохо передвигается, он превратил нашу страну именно в свою копию, когда он не реагирует на мировые вызовы, когда происходит девальвация, постоянная тенге, когда людей пытают в тюрьмах, когда наша страна ничего не производит, кроме сырья. Мы все время вынуждены идти в форматоре политики России или других стран. Мы не имеем собственную независимую экономику, она вся сыревая. Это просто говорит о том, что у него этих нервных окончаний никогда не было. Наша страна не может быть интегрирована в мировую систему, она не может быть очень чуткой на все изменения, она не может быть конкурентоспособной, потому что неконкурентоспособная наша политическая система, потому что Назарбаев узурпировала власть, стал единоречным хозяином огромной страны, девятую по размеру. И все эти проблемы и последствия в первую очередь связаны с тем, что у нас неправильная политическая система, и он ведет себя как хан. Хан в 21-м году нигде не выживает, и не выжит он.